Добрый день! Давайте сегодня покатаем два автомобиля. С одной стороны будет RGTX86190, с другой стороны MGXH8H. Кратко пробегусь, крузак немножко там доработанный, алюминиевые дисочки, немножко навесочки. Здесь стоит не стандартный стоковый двигатель, а немного более тяговитый или более плавный, но система здесь стоит у нас коллекторная. MGX у нас максимально стоковый, за исключением добавленных просто наклеечек. Ничего не менял, ничего не изменял, все абсолютно ровно так же. Но здесь в базе установлен у нас двигатель бесколлекторный, сенсорный, что сюда, что сюда. Сейчас поставил 2S аккумулятор. Ну и сейчас, наверное, совсем-то поняшно, но крузачок у нас прям поменьше, пониже. MGX он помассивнее, клиренс повыше, но и центр тяжести у него прям, конечно, значительно хуже, нежели чем у крузака. Давайте немножко покатаем на разных препятствиях. Ну и сразу оцениваем автомобили в кадре. Крузачок, подсветочки тоже много, люстрочка сверху. Ходы подвески. Высокая трава, не проблема. Спокойненько. Так, прошел еще немножко дождик. Лужи и грязь стали более еще интересными. Давайте еще немного грязи дадим автомобилям. Плавненько. Переваливается. Бум. Здесь не сильно глубоко, не сильно вязко. Поэтому, в принципе, как понимаете, справляется легко. Система коллекторная. Чуть менее, конечно, плавная, конечно, чем сенсорная. Но, опять же, все неплохо. Завелся. Переваливается более плавно, по мне так, чем MGX. То есть, MGX тоже неплохо, в принципе, настроены амортизаторы. Но на крузаке они какие-то более мягенькие, более такие переваливающиеся. И автомобиль вот на таких препятствиях, он, конечно, смотрится немножко более реалистично. То есть, MGX в этом плане не хватает. То есть, конечно, можно, может быть, поднастроить амортизаторы, их там перезаправить. Но на крузаке изначально это все немножко посимпатичнее. Очень-очень-очень-очень высокий подъем. Центр тяжести у MGX гораздо выше, за счет чего он может, конечно, прям переваливаться. Вот покажу, что вот угол, он очень большой, еще и грязи намоталось очень много. Ух ты, ух ты. Смотрите-ка, не ожидал. Честно говоря, я думал уже перевалится. Но плавность и тяга, очень большой подъем. В принципе, достаточно легко справился. Ну-ка, давайте еще вот так назад. И на нас спокойненько съедем. Посмотрите на его колесики. Не планировал сегодня как-то по грязи катать, наоборот, больше хотелось по таким локациям. Но нам матывает добротно. Так, на крузаке тоже, как видите, колеса прям намотаны грязью. Центр тяжести ниже. Тяга будет, конечно, чуть похуже, но в целом тоже должна быть неплохой. Опять же, после дождя земля достаточно липкая. Возможно, за счет этого и цепляется. Вот крузачок вот этот уже примерно по той же траектории. Показываю, что примерно то же самое. Но вот, оп. А вот крузак, кстати говоря, начал подзаваливаться. Плюс еще клиренс ниже. Он задним бампером там немножко цепляет. И вот ему не хватает. МГХ был на первой скорости. Но будем честны, первая скорость. Хотя, хотя, хотя. Молодец. Вот не зря тебя люблю, а. Хороший автомобиль. Справился. Летом, когда здесь насыпь все скользит, он не заезжает под таким углом. Но, повторюсь, вот здесь все липко. Ну и плавненько, в принципе, назад. Причетим, что протектор, его фактически нету. Все замято. Ну и вот так же покажу. Смотрите, какие колесики у нас у крузачка. То есть там просто арками цепляется всю грязь. Максималочки на второй скорости к крузаку не хватает. МГХ легко от него улепетывает. Так, интересные здесь подъемчики. Много кирпичей, грязи, ветки. Ну, будем смотреть, как будут справляться автомобили. Так, бампером не цепляет нигде. В принципе, зацеп, опять же, неплохой. Гребет, гребет по миллиметру. Немного почистили колеса, чтобы хоть как-то протектор был. Первая скорость. Также плавненько. Автомобиль, конечно, очень грязненький стал уже. Ну, бампер здесь чуть-чуть цепанул. Неплохо, смотрите, там резина проминается. Веса у автомобиля еще больше. Смотрите, крузачок-то здесь зацепился. Ну, я чуть-чуть угол, наверное, там левее взял. Хотя нет, в принципе, не спеша, но может. Вот, кстати, крузачка, если что, еще и лебедка есть там. Можем и себя вытащить, и МГХ, если надо. Ну, я думаю, что сегодня локации будут такие чуть более лайтовые. Так, аккуратненько. Вот здесь при первой препятствии, видите, уже низко бампер. Цепляется, и главное здесь не перевернуться. Так, на бок уже упали. Так, МГХ потихоньку догоняет. Так, крузачок. Пошел. Пошел. А вот база здесь подлиннее, уже места немножко ему, конечно, не хватает. Ну, хотя при этом, опять же, тоже не перевалился. Клиренс больше. И вот там препятствие, камень, на который крузак бачком заезжал, то этот просто под собой его пропустил. Так, так, так. Ну, зато камень сейчас у нас лежит под задним мостом. Немного газа. Хотя шлиф... Бам! ДТП! Так, там просто вот... Так, ну, вот назад-назад аккуратненько. Так, ДТП номер два. Проходим аккуратно. Так. Вот здесь сервия не хватает. Кое-как прям справляется, потому что намотало там препятствия. Сзади камешек, впереди камешек. Ну, в принципе, вот в несколько движений, но смог развернуться. Так, ну и попробуем вот сюда, наверное, прям серьезный подъем. Хотя... А-ч-ач-ач. Не, наверное, слишком большой угол. Сейчас помучаем крузака, потом здесь же помучаем MGX-а. Для понимания угол большой, видите, сзади он упирается. Не хватает возможности разогнаться, плюс грязь, глина. То есть, чуть-чуть отрывается, но проехать дальше не может. Ну, ладно, уезжаем. Дадим место MGX-у. Так, здесь тоже препятствия аккуратненько. Бум. Тоже зацепился. Ну, крузак кое-как, но выбрался. И тоже вот серо там в нагрузке в большой. Рабатывает медленно. Ой, там резина. Пришлось немного помочь, так как колесики здесь большие. Он залез туда под железяку. И, соответственно, выбраться уже сам не мог. У крузачка колесики 120-е. Здесь 130-е. То есть, крузака колеса проскочили. А вот у MGX-а нет. Ну, и серо прямо здесь, видно, что слабее. Хотя, по-моему, здесь по килограммам-то больше. Но колеса больше. Возможно, усилие. Ну, кстати говоря, зато тяга. Компенсирует камень. Просто толкнул и поехал. Так, ну и давайте попробуем так же здесь развернуться. И посмотреть, насколько будет справляться. Вот примерно этот же угол. Ну, после крузака он там, конечно, немножко накопал. Вот крузаку прям не хватало на первой скорости. На вторую даже не включал. Здесь тоже первая скорость. Попробуем минут. Ну, как минимум в два раза дальше точно проехал. Я думаю, что на второй скорости он бы здесь даже залетел бы. Хотя, может, и на первой залетит. То есть, в системе БКшная она быстрее умудряется набрать обороты, сделать сальто. И за счет этого получается быстрее коллектор. Он, видите, пытается набрать обороты. Он не успевает. Начинает шлифовать. И, естественно, автомобиль останавливается. У МГХ в этом плане больше шансов просто даже собраться в эту горку. Ну, здесь центр тяжести. Плюс еще камни. Поэтому не буду его мучить. Но, в любом случае, результаты показал он несколько лучше. Ну, вот, кстати говоря, боковой проезд. Колесико опять пытается упасть. И вот, ну, сносит, сносит, сносит. Оп! И снесло. Ну, вот сейчас вот в такой локации. Можно посмотреть, как смотрятся автомобили. Так, крузак сразу какие-то невероятные решил подъемы брать. Так, какой-то он дерзкий сегодня крузак. Постоянно что-то толкается. Так, ну, здесь, конечно, нереальный угол. Надо проехать, наверное. Так, попытка номер два. Угол поменьше будем искать. Все, поворачиваем аккуратненько. Так, ну, вот здесь уже более реалистично. Так. Так. По протоленной дорожке. А еще и дождик опять начинается. Так, вот смотрите, я поворачиваю влево. Поворотничка, видите, моргает. А серва стоит на месте. То есть не может повернуть. Вот так раз. И только здесь она повернула. Так, шлифует. Давай, подтолкнем тебя. Оп. Чуть-чуть помощи и справился. Ну, а МГ здесь и сам справляется. В принципе, он может даже крузака толкать. Так, мы посмотрим, как на спуске будет. Достаточно сильный. Красиво полетел. Давайте попытка номер два. Чуть просто газу, газу, газу. Ну, слишком большой угол. Ну, давай МДЖИКС. Оп, оп, оп. Опять же, колея больше. Чуть-чуть газку и спокойненько съехал. Ну, и совсем дождик усиливается. Поэтому давайте последнее препятствие. Ну, и небольшие итоговые выводы. В целом, внешне автомобили смотрятся... Каждый из них симпатично. Вот так вот раз. Хады, чтобы посмотреть. Оп, завис немножко. Застрял даже. Ну, я думаю, спокойненько раз назад. И сможем чуть дальше проехать. Хотя, вот, наверное, за счет того, что клиренс больше, колеса больше, там, ходы какие-то получаются больше. Но у Крузака они смотрятся как-то, знаете, чуть более естественно. Повторюсь, мне гораздо в Крузаке больше нравится, как отрабатывает подвеска. И он, наверное, смотрится чуть более реалистично, чем МДЖИКС. Он такой все-таки массивненький. Он прям большой. У МДЖИКСа и база будет длиннее, притом значительная. Ну, и по размерам и клиренсу он тоже будет, конечно, повыше. А еще проговорю, что на сегодняшний момент стоимость что Крузака, что МДЖИКСа примерно одинаковая. Но в МДЖИКСе мы получаем сенсорную БК-систему. Не получаем аккумулятор и зарядку. Также мы его и не получаем в Крузаке. Ну, в Крузаке это чисто коллекторная электросистема. По аппаратурам, там, по количеству каналов у них плюс-минус все одинаково. По внешнему виду Крузак, мне кажется, все равно смотрится немножко более выигрышно. Но с точки зрения проездов, я, честно говоря, думал, что Крузак тоже не очень хорошо ездит. Там в ряде случаев сравнил с разными машинками. Едет он посредственно. Он прям вот внешний вид его классный. Он неплохо тянет в ряде препятствий. Он неплохо едет. Но, опять же, в сравнении с рядом моделей, он проигрывает. Но здесь я думал, что и МДЖИКС поедет прям похуже. Он справлялся со всеми препятствиями. То есть справлялся очень неплохо. И в горку поднимался отлично. И на спусках прекрасно себя показывает. На каких-то препятствиях преодолевает их, на самом деле, очень хорошо. Я думал, честно говоря, что будет похуже. В общем, выбор в любом случае остается за вами. Какая машинка вам больше нравится и какая там будет интереснее. Это выбор индивидуальный абсолютно у каждого человека. Крузак все еще чуть поменьше, чуть покомпактнее, чуть более реалистичный. То есть и смотрится он в целом тоже очень неплохо. МДЖИКС на сегодняшний момент имеет больше функционала. Более напичканный, но он прям большой и не для каждого данный автомобиль подойдет. Хотя, повторюсь, едет он супер. В общем, надеюсь, видео получилось интересное. Не забывайте, что можно подписаться на наш канал, телеграм-канал. Также видео наши выходят, кроме того, что на ютубе, еще и Яндекс.Дзен и, конечно же, ВКонтакте. Поэтому не пропускайте новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok